Казахстанскую консерваторию вы закончили? Казахстанскую консерваторию не закончил, но должен был закончить. Сколько курсов проучились там? Ох, так вот же мы продолжаем историю. Я на втором курсе слетаю с консерватории. И год я получил. А я учился на гранте и бесплатно учился. Факультет? Факультет музыкознания и менеджмента. Кафедра арт-менеджмента. Год я от отца скрываю, что меня выкинули. Потому что если бы отец узнал, это была бы паника вообще. Я и так не хотел отца расстраивать в тяжелое время. И тут я еще обуза. Я и так для него был большим плюсом, что я поступил в универ на бесплатно. Хотя бы мой сын может меня облегчить от каких-то бременей. Мы-то все равно семья друг другу. Вот что в своей семье, я могу сказать, мы друг друга понимаем. Мы можем это делать жестким языком. Мы можем это делать обидно для друг для друга. Но мы друг друга понимаем и всегда держимся друг за другом. Вот это вот в моей семье, кстати, круто. И я от него скрывал. И мама меня поддерживала в этом. Она тоже так. Как-то ему, ну, отцу говорила, то, что вот он учится, все хорошо. И я год зарабатывал деньги на студиях. Я начал работать еще больше, чтобы через год восстановиться на платное. А обучение в консерватории было очень дорогое для меня. Это 3000 долларов в год. Миллион тенге, да. Это было очень много. И я просто работал как не в себе прокаженный. Мне там некоторые друзья говорят, да ладно, давай чем-нибудь займись. Там пойди кого-то там с шокером, да, у кого-то что-то. А я, ну, всегда понимал, что нельзя такие вещи делать. Ну, зачем это нужно? Это все равно вернется же. И я на чесноке всегда работал. Спал в студиях. Спал на работе. Клянусь, я брал такие большие объемы работы. В итоге я заработал. Где-то мне родственники помогли. Кстати говоря, там какую-то копеечку, там 200, 2000 тенге. Мне помогли родственники. Я прихожу в консерваторию. Они мне говорят, Мамедов, нахера ты пришел? Я говорю, я пришел учиться на платное. Они смотрят на меня вот такими глазами. А в консерватории мало кто учится на платном. Вот. И они говорят, ну ты, Мамедов, конечно, стрелок. Я поступаю на платное. Начинаю учиться. Что-то учусь, что-то учусь. И еще такой момент начинается, то, что у меня творчество допрет. Идет большой творческий поток. И нужно там успеть поработать. Там, в выходные, грубо говоря, там поехать на другую работу. Там, тут. И еще учиться надо успевать. Я ни хера не успел учиться. Мне еще пришлось второй курс заново проучиться 10 предметов, которые появились новые по программе методики Министерства образования. Я снова закрыл второй курс. Потом, и то, как закрывал. Я закрывал курсы на летниках. То есть у меня всегда были 4-5 летников. И все препода меня ненавидели, потому что Мамедов задерживает всех. Представь, вот у учителей, все, у преподов закончилась сессия. И они должны остаться из-за одного Мамедова, потому что у него 5-летников. И у меня были индивидуальные занятия. Я еще всегда прикалывался. У меня такая есть нетактичная тема. Я люблю подкалывать тогда, когда не надо человека. Я подкалывал, говорю, что мои личные курсы. И мне всегда так преподать. Он вообще офигел. Какие личные курсы? Мы из-за тебя тут просиживаем. Ну, по сути, им за это платили дополнительно. Но вы закончили или нет? Так вот, я рассказываю. Второй курс с 5-летниками. Третий курс. А к этому моменту, когда я третий курс заканчивал, получается, это уже четвертый курс был. В общем, это был четвертый год моего обучения. Еще год был вот здесь. И что-то пошло. А, и пошла карьера у меня. У меня пошла карьера. Стрелила как раз-таки эта песня. Какая концерватория. Которая я написал, да. И у меня начались концерты по Казахстану. Я начал ездить по Казахстану. Первые концерты, я помню, 500 долларов. Я думаю, вау. Гонорар. Что это? 500 долларов. Для меня это были невероятные деньги. Я думал, ну просто они были невероятные. Потому что наконец-то 9 лет до этого я занимался именно этой музыкой. Со школы до вот этого момента. 9 лет я писал эти песни свои. В надежде на то, что стану каким-то артистом. Это стреляет. Я приезжаю в города и вижу, что люди просто поют мои песни. Это круто. Первый концерт в Алма-Ате был? Нет, первый. Не, ну первый такой. Именно не... Ну вот платный. До все, что любим, до все, что мы любим. Первый, нет, платный, именно с гонораром. Нет, первый с гонораром был у меня... Фуф, а я не вспомню, где с гонораром. В Астане. Первый у меня был в Астане. Вот. И потом пошел тур по Казахстану, по Западу. В общем, понеслось, и консерватория не закончена. Правильно? Нет, а я учился дальше. Я все равно учился. Я закрывал летники. Но вы настойчивые. Потому что я хотел закончить универ ради родителей, если честно. И закончили? Нет, не закончили. Вот. Четвертый курс. Четвертый курс. Последний курс. Это, получается, в совокупности где-то шестой год. Шестой год обучения. Шестой или пятый. Короче, это очень много времени было. И я сижу, и у меня концерты уже за рубежом начинаются. Было несколько привозов в Москву. Я приезжал. Там, тут. Я уже понимаю, что я зарабатываю. Я уже снял квартиру в городе. Перевез туда маму с отцом. Они живут уже в городе. В хорошей квартире. Да, в трехкомнатной. Да, но в хорошей. В хорошей квартире. Ни о чем не думают. Где зарабатывать. И гонорар уже тысяча. И гонорар уже был на тот момент даже где-то побольше. Но уже неплохо было. Уже неплохо было. Мы где-то буквально за год нарастили гонорар в 3-4 раза. Где-то 2-3 тысячи долларов я зарабатывал за концерт. Может быть. Да, зарабатывал. И у меня до сих пор готовая дипломка лежит дома. Дипломная работа. Модель продюсирования. Артистов. На тот момент эта методика. Она сейчас работает. В принципе, это та методика, по которой я работаю сейчас. То есть, своя личная дипломка, которую я написал. И я договорился со всеми преподавателями на 4-м курсе. Мне все препода поставили хорошие оценки. Кроме одного. Того, кто был моим научным руководителем. По дипломной работе. Представь. Я думаю. И, в общем, такая ситуация. А мы с мамой всю жизнь бились. Мама говорила. Давай, ну, закончи уже эту консерваторию. Она престижная в Алмате считается. Она крутая. Это статус консерватории. Это не каждое заведение получает. И получается, уже все хорошо идет. Я думаю, все отлично. Один предмет остается. Это мой научный руководитель. Ну, Господи, я сдаю с тобой дипломную. Я твой человек. Я думаю, она меня выручит. И она мне говорит. А я тебе поставила двойку. Типа неуд. Ну, ты можешь пересдать же летник. А система такая, что на четвертом курсе, вот этот последний семестр, первый семестр на четвертом курсе, это последний семестр. И там нет понятия пересдачи. Дальше идет сдача диплома. И то есть, если ты получаешь двойку на последнем семестре, на четвертом курсе. Надо заново. Ты исключаешься. Все. Я говорю, какая двойка? Какая пересдача? Нет пересдачи на этом курсе. И я не знаю, знала она это реально, не знала. Специально это, не специально. Но я почувствовал, что специально. И меня сливают. И у меня просто, вот представьте, я иду. Вот этот весь долгий путь от всего. Что я только не пережил, чтобы дойти до этого четвертого курса, это уму непостижимо. Реально. Это очень много денег. Это абсолютно бесполезная, дурацкая затея, в которую я все равно верил и топил ради своих родителей. Потому что для моих родителей диплом важен. Для меня это на самом деле не так важно. И я звоню маме, а у меня мама всегда была на стороне преподавателей. Ну естественно, просто до этого я был виноват. А сейчас она уже начала понимать, что я уже взрослый человек. Я себя реализовал, потихоньку начал реализовывать в своей карьере. Я пытаюсь что-то, я обеспечиваю своих родителей. Она же понимает, что я зарабатываю, что я не какой-то потерянный случай какого-то блудного сына. Я нормальный сын. И она уже на моей стороне, как на стороне взрослого человека. Я ей звоню, говорю, меня исключили. Она говорит, как? А все реально, у меня до сих пор это лежит зачетка. У меня все оценки проставлены. И на одном предмете у меня двойка. И я просто говорю, я не представляю, что было у моей матери. Я помню, что у меня был шок. Именно такой. Не сильный шок, конечно, не как от гранатов взрывающихся. Но вот такое состояние, типа, что происходит. Чем закончилось? Ничем не закончилось. У меня они еще деньги должны, которые я не забрал еще. То есть, когда-нибудь вы закончите эту консерваторию? А знаете, чем закончилось на самом-то деле? Меня вообще не любили в консерватории, потому что я среди студентов возводил немножко революционные моменты. Потому что я знал, что в консерватории очень много денег отмывают. Как сказать, администрация, проректора. Ну, это было настолько нагло во многих моментах. Мы еще занимались с арт-менеджером. Это те, кто делает ивенты. И мы делали для студентов студенческую жизнь, как практика. Мы делали мисс-консерваторию, которой никогда не было в консерватории. Или там день посвящения студентов. Мы делали попсовые концерты. Да, мы делали классические номера, но в то же время попсовые какие-то номера. Просто, чтобы студентам разгрузиться. И нас вызывали в свое время. Меня вызывала ректор и говорила, она ненавидит всю музыку, кроме классики. Вот для нее не существует музыки. Ну, вот опять же, это консервативные старперские взгляды. Вот я могу сказать, что вот новый рэп – это говно. Вот это рэп. Но я так не скажу. Потому что это эволюция. Правильно же? Конечно. Поколение, все всегда меняется. И я ей объясняю. Говорю, ну не хотят они классику слушать на свой день студента. Они каждый день эту классику, это для них учеба. Они отрабатывают, играют эти произведения. Им охота прийти на этот гребаный день студента и послушать там, я не знаю, Леди Гагу, которая для вас конченная якобы. Но это разгрузка. Мы делаем это для студентов, чтобы у них была студенческая жизнь. Не было в консерватории студенческой жизни. У них было просто с утра занятие, занятие, занятие. Еще общага такая, что после 12 не выйдешь. А большинство студентов консерватории, они в общаге живут. И я не представляю. Я думаю, как вот так вот жить можно? У меня-то я хоть алматинец, я могу там после универа с друзьями загулять. Да, какая-то студенческая жизнь. Есть что вспомнить. Итак, вы закончите консерваторию когда-нибудь? Закончите? Я закончу, наверное, бакинскую консерваторию. Я переведусь в бакинскую консерваторию. И закончу ее. Потому что она более престижная. Но мне отец, я пообещал отцу, вот буквально месяц назад, я пообещал отцу, он мне сказал, сына, привези мне диплом домой. Я сказал, в следующем году я тебе поставлю диплом на стол. Это даже не обсуждается. Продолжение следует...